МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Национальному художественному музею в Беларуси 75. В этот день 1939 года было подписано постановление Совнаркома БССР о создании в Минске государственной картинной галереи. Она разместилась на улице Карла Маркса в здании бывшей Мариинской гимназии. А свою постоянную прописку на Ленина музей получил спустя 20 лет. Сегодня Национальный художественный музей – крупнейший научный, культурный и просветительский центр. В его сокровищнице 20 коллекций и более 30 тысяч экспонатов. Своё 75-летие музей отметит проведением целого ряда выставок. В частности, будет организован показ японской графики XVIII века из фондов Эрмитажа. Пройдут в мемориальной выставке Фердинанда Рушчета, Павла Масленникова, Орлена Кушкиревича. Более 100 килограммов наркотиков, большое количество антиквариата, тысячи единиц одежды и драгметаллов. В Бресте таможенники озвучили итоги года, а заодно рассказали о самых крупных партиях нелегального товара, которые были изъяты. В результате бюджет страны пополнился на 4 триллиона рублей. Помимо итогов работы за прошлый год под особым контролем, события уже нынешнего. 40-километровая очереди большегрузных авто на польско-белорусской границе. Сотрудники таможни впервые назвали причину огромных заторов, которые причинили массу неудобств водителям в начале года и особенно в минувшие выходные. Как выяснилось, коллапс возник из-за дополнительной нагрузки, которая легла с 1 января на белорусских таможенников. Отныне они выполняют транспортный и санитарный контроль. Но уже к концу этой недели все неудобства обещают свести к минимуму. Больший грузопоток именно сейчас пошел на территорию таможенного союза. И сегодняшние показатели по пропускной способности пунктов пропуска на польском участке границы показывают, что практически мы уже достигли той максимальной пропускной способности, которую имеют наши пункты пропуска. Я уверен, что за неделю эти показатели будут достигнуты и очереди, естественно, будут тоже уходить. Автоматизированная система оплаты проезда в Минске для пассажиров и льготников будет проводиться на особых условиях. Бесплатники получат именные пластиковые билеты с фотографией. Для этого во всех районах столицы откроются специальные пункты выдачи. Обладатели личной карты будут прикладывать ее к валидатору, как и обычные электронные проездные. Уже разработан и утвержден дизайн персональных карт, а их введение достаточно близкая перспектива. Добавлю в Минске 160 тысяч школьников, более 250 тысяч инвалидов, участников Великой Отечественной войны и других граждан, имеющих льготы на проезд. Морозы продолжают крепчать. Беларусь все еще остается в зоне влияния антициклона «Бенджамин», который разместился над югом Финляндии. В ближайшие дни температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Ночью столбик термометра местами опустится до минус 30. Днем температура будет повышаться на 5-7 градусов. На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, будет также морозно. До конца января потепление не прогнозируется. В связи с этим МЧС Беларуси призывает к повышенной осторожности. А вот по-настоящему сильным духом, холода нипочем. Сегодня в Лиде открывается чемпионат Европы по мини-футболу среди священнослужителей. Сюда приедут около 170 католических священников из 13 стран. Местом проведения главных матчей выбран спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия». Начнется чемпионат торжественной мессой в фарном костюле Лиды. Ожидается, что в ней примет участие и митрополит Тадеош Кандрусевич. К слову, глава белорусских католиков планирует выступить за сборную Беларуси. Команда священников-футболистов нашей страны трижды принимала участие в чемпионатах Европы по мини-футболу. В 2013 году он проходил в Словении. Беларусь тогда заняла восьмое место из 13 возможных. На этом у меня все. Оставляйте свою информацию по телефону горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 13.30.